Для тех, кто вдруг присоединился еще или не слышал, меня зовут Стас Томич, и мы сегодня поговорим о конкуренции в iOS. Черт, ну так тут и дабл клик видно. Это вообще не то. Ну, ладно. Соответственно, мотивация. Я бы хотел объяснить мотивацию, почему я решил с вами поговорить об этом. В первую очередь, потому что в мобайл-комьюнити это самый востребованный топик, и там больше всего голосов было за SYNC vs. SYNC. А с учетом того, что это малая часть конкуренции, то я решил, что стоит об этом сегодня пообщаться. Второй же момент, почему мы об этом говорим, это то, что вроде как конкуренции, эта штука со стороны кажется очевидной, и вроде все о ней должны знать, и вроде все о ней все знают, но как только дело доходит до каких-то реальных вещей, либо на интервью вы начинаете общаться за конкуренцией, обычно у людей просто страшные вещи происходят в голове. Абсолютно какие-то там нереальные ответы и все остальное. Поэтому сегодняшняя агенда у нас выглядит таковой, то есть мы поговорим о том, что такое конкуренции в общем, посмотрим азы многопоточности, в общем, многопоточности не только в мобайле, рассмотрим частые проблемы, с которыми сталкиваются многопоточности. После этого мы перейдем непосредственно к IOS-ным вещам, то есть локи и перформ-селекторы, как низы многопоточности, GCD, как уровень повыше, если так можно сказать, Operation Q, как радость нашей жизни, и промиссы, как что-то, что может сделать наш мир еще лучше. Итак, прежде чем перейти к слайдам, если у кого-то будут в процессе появляться вопросы, можете задавать их непосредственно сразу, прерывая меня самым грязным путем, я приветствую любые дискуссии. Это покажет, что хотя бы есть кто-то живой, что-то смотрит, и ему интересно. Итак, что же такое конкуренции? У нас программа наша может выполняться непосредственно как прямая. То есть все запросы, все действия, они делаются одно за одним, как синхронно. И наша цель сделать это лучше. То есть если мы будем все делать синхронно, то юзер будет постоянно видеть спиннеры на подгрузке данных. Это будет от слова совсем плохо. Многопоточность же позволяет нам иметь какие-то другие действия асинхронно. То есть, например, человек заходит на экран, и у нас в фоне делается запрос на то, чтобы вытащить какие-то объекты. И пока человек лазит по экрану и смотрит какие-то одни данные, другие данные подтягиваются, и он их видит по мере добавления. Соответственно, это то, что мы можем увидеть на картинке. Многопоточность позволяет нам начинать ранить и заканчивать таски в любом порядке. И независимо от того, что будет происходить на мейнтрейде, например. Вот. Для чего уже нам нужна многопоточность? В первую очередь для того, чтобы ранить параллельно таски. Скедулить таски на будущее, то есть, там, выполнить через полминуты, через 10 минут. Несмотря на то, что многие используют это для костылей, иногда кастомерские требования требуют и такую гадость. Вот. Также многопоточность позволяет нам просматривать кейсы, в которых нам нужно дождаться выполнения каких-то задач, одной или нескольких, и словить этот комплишен. То есть, давайте поговорим теперь о базе, то есть, о захмногопоточности. В первую очередь мы рассмотрим здесь вопросы, которые спрашивают на интервью, например. И пройдемся по ним. Вот. Тред и процесс. Это один из самых частых вопросов. И многие почему-то не знают, в чем разница между трредом и процессом. Так вот, в iOS у нас выделяется один трред на нашу апплекуху. Фу, один трред, один процесс на нашу апплекуху. И в этом процессе ранится наша апплекуха. И как можно увидеть на картиночке, внутри одного процесса может появиться на самом деле огромное количество трредов, в которых мы можем делать любые действия. Вот. У нас в любом случае есть мейнтрред, в котором мы обязательно делаем все действия с UI. Вот. И мы можем создавать сами трреды, бесконечное их количество. Но внутри, ну, бесконечно реальное количество, да, пока у нас там все не пойдет. По плохому пути, скажем. Вот. Соответственно, мы можем создать сколько угодно нам трредов и ранить в них какие-то наши задачи. То есть реквесты на сервер, запросы к базе данных, что-нибудь еще. То есть важно понимать, что процесс это большая штука, которая независимо от всего работает и внутри нее ранится уже наше приложение. А трреды это лишь маленькие винтики, которые мы используем для того, чтобы делать какие-то вещи асинхронно. Соответственно, что же такое Sync vs Async, который имел успех в мобайл-комьюнити и все почему-то хотели о нем послушать. То есть Sync vs Async это достаточно простая штука, да. То есть на левой стороне картинки мы видим, что синхронные вещи это то, что выполняется клиентом. Потом идет запрос на сервер и потом клиент все это время ждет. То есть он видит, например, спиннер и клиент получает доступ дальше к приложению ровно в тот момент, когда запрос закончился и мы затянули, распарсили данные и отобразили их. Соответственно, это, наверное, не сильно удобно, потому что юзер постоянно упирается в вещи, когда он смотрит на спиннеры, что очень плохо по сути. Асинхронно же это мы, клиент делает реквест на сервер, пока он ранится на сервере, мы делаем какие-то свои вещи. После этого мы получаем респонс и обрабатываем его. Но все это время клиент не смотрел на спиннеры, занимался своими делами, а потом просто словил некий апдейт. Еще одна из основ это UTX и семафоры. К сожалению, картиночки я не нашел для этого. Но этот вопрос тоже часто задают, несмотря на то, что я даже не помню, когда мы использовали Dispatch Mutex и Dispatch семафоры в реальных проектах. Но этот вопрос постоянно всплывает и его очень любят задавать. Соответственно, Mutex это товарищ, который... Дальше будут проблемы, с которыми сталкиваются многопоточности. И вы поймете, если вы почему-то не знаете Mutex и семафоры и проблемы многопоточности, вы узнаете, для чего это. То есть Mutex, он лочит доступ к объекту. То есть, если у нас один поток заходит к какому-то объекту и начинает считывание или запись, то если мы ставим Mutex, то у нас другие потоки не будут иметь доступа к этому объекту, пока тот поток не завершит свои действия с ним. Это на самом деле очень полезная штука. И если у нас... Ну, мы дальше рассмотрим гонки, и Mutex могут помочь нам избежать гонок. Семафор это частный случай Mutex, который может разрешить нескольким потокам доступ к объекту. То есть, например, Семафор говорит, что два потока могут иметь доступ к данному объекту. И, соответственно, там третий и четвертый уже не смогут его получить. То есть, будут ждать, пока те товарищи закончат свои действия с объектом. В общем-то, важно, наверное, запомнить, как их отличить тем, что, как мне сказал мой знакомый, Mutex мутает. То есть, он полностью закрывает доступы всем остальным потокам к объекту. Соответственно, самые частые проблемы многопоточности. Это тоже иногда спрашивают. Вот, дедлог. Соответственно, проблема дедлога в том, что у нас есть объект 1 и объект 2. И, ну, как видно на данной картинке, да, thread 1 держит объект 1, thread 2 держит объект 2. И они оба хотят получить другие объекты. Но они не могут получить эти объекты, потому что объекты замутаны, например. И мы не можем их отдать. И в таком случае у нас будет, ну, аппликуха зависнет у нас. То есть, абсолютно неприятная ситуация. Можно добиться дедлога самым простым путем. Вызвав на мейне, сделав dispatch sync main. Это самые частые случаи дедлогов. Поэтому никогда так не делайте. Есть разновидность дедлога как лайвлог. И суть лайвлога в том, что у нас два процесса вызывают некоторые действия. Ну, процессами неправильно их назвать, наверное, два действия, да. Которые у нас действие 1 вызывает R1, действие 2 вызывает R2. Но суть в том, что мы можем словить лайвлог в аппликухе, когда у нас, например, отображение алерта и экрана, и одно будет дергать другое за собой. То есть, если дедлог – это ваша аппликуха зависает, то лайвлог – это у вас постоянно происходят какие-то действия, которые не могут никак закончиться, потому что одно вызывает другое. И у вас может там два экрана меняться бесконечно. Это очень неприятная ситуация для QA, наверное. То есть, нам-то пофиксить какой-то dependency, да, а ребята мучаются, смотрят на это, у них там устройство перегревается. Гонки. Гонки – это самая, наверное, частая проблема многопоточности. Соответственно, на картинке мы можем видеть, что thread A читает число, потом thread B читает число. После этого мы предполагаем, что нет никаких там ни mutex, ни семафоров, ничего, а просто непосредственно поток имеет доступ к объекту, и в данном случае считает его, а вот далее он его модифицировает. И мы видим, что после того, как thread A модифицировал 17 плюс 1, у него получилось 18. А после этого, если thread B будет рассчитывать на то, что он сделает то же самое, и там будет 17 плюс 1 равно 18, то это не совсем так. То есть, на самом деле, результат для нас будет неожиданным, потому что мы не знаем, произойдет действие thread A раньше, позже, или как это захендлится. И там может получиться 18 или 19. И, соответственно, нам нужно как-то ограничивать доступ к объекту этому. Для этого и существуют там mutex и семафоры. Далее. Инверсия приоритетов. Очень интересная штука, и, я бы сказал, достаточно сложная для понимания. Суть в том, что на данном примере у нас есть 3 каких-то задачи, у которых есть разный приоритет. Соответственно, T1 наивысший, T2 средний и наинизший у T3. Но прикол в том, что мы начинаем ранить задачу T3 раньше всех. И вот тут вот она лочит объект. После этого появляется задача наивысшего приоритета T1. Но она не может вытащить золоченный объект. И, соответственно, она передает это обратно T3 задачи. Задача T2 не зависит от данного объекта, который золочен. И, несмотря на то, что у T2 приоритет выше, чем у T1, T2 выполнится раньше. Почему? Потому что объект для T1 золочен. И вот нужно хендлить все так, чтобы задачи с низким приоритетом не лочили объекты, которые нужны задачам с более высшим приоритетом. Давайте поговорим на лоу-левеле в IOS, как хендлится многопоточность. Она хендлится локами и perform-селекторами. Сейчас будет много текста. Соответственно, локи – это, по сути, реализация mutex-ов, нативная в IOS. То есть, мы можем создать NS-лог, сделать лог, ну, на самом деле просто делается вызов лог. И это значит, что другие потоки не имеют доступа к данному объекту. То есть, базовая имплементация mutex-ов. Честно, видел их очень давно на проектах, потому что сейчас уже в основном придумывают другие пути для решения таких вопросов. Perform-селектор. Здесь я привел три типа perform-селекторов. На самом деле, конечно, Objective-C штука, но что есть, то есть. Соответственно, perform-селектор with delay, который вызовет нашу функцию спустя какое-то время. Опять-таки, вот та же самая штука для костылей и хотелок заказчика, который, наверное, в реальном мире не должно быть. В идеальном мире. Perform-селектор on main thread, когда мы хотим выполнить какую-то задачу на мейне. Или perform-селектор on background, когда мы хотим выполнить какой-то, например, асинхронный колл на сервак и затянуть какие-то данные. Соответственно, немного выше находится JCD. А под немного это достаточно выше. JCD это надстройка над сишными коллами вообще в IOS. И JCD это тот уровень, который, наверное, все из нас использовали в любом случае, как минимум для того, чтобы сделать какой-то диспатч на мейне или создать группу, о чем мы позже поговорим. Соответственно, есть разные уровни, разный quality of service, если правильно сказать. Это, соответственно, приоритет, на котором будет выполняться наша задача, которую мы зададим, например. Раньше мы использовали Global Queue, и теперь у всех Global Queue появился свой quality of service, который приблизительно им равен. Вы можете увидеть его на картинке. MainTread это User Interactive, Dispatch Queue Priority High User Initiated, Dispatch Queue Priority Default это Default, Low Priority это Utility, и Background это Background. Вы можете спросить, для чего я все это написал, то есть для чего этот слайд был. Собственно говоря, он был для того, чтобы объяснить, какие теперь аналоги этого. Может кто-то до сих пор использует JCD-шные Global Очереди. Мне, например, было интересно узнать, чему что соответствует. На этом слайде вы можете увидеть, какие quality of service для чего вообще используются. То есть User Interactive в основном используется для, ну, как MainQ, то есть если пользователь сам что-то нажал, там происходит переход. Вот это User Interactive действие. User Initiated действие это, когда юзер нажал на кнопку, и у нас что-то пошло, ну, пошла загрузка, и нам надо в скорости показать результат. Для этого используется quality of service, User Initiated. Utility это уровень, который рекомендует Apple для большинства задач, потому что он потребляет меньшее количество батарейки и, типа, самый адекватный для большинства задач. Это соответствует левелу low на старых диспатч-очередях. И Background это штука, которая используется для вытаскивания больших объемов фоновых данных, то есть он может жить минуты, часы и использоваться для реально каких-то суровых, долгих задач. Соответственно, есть диспатч-типы в JCD. Это Dispatch Queue Get Main Queue, что позволяет нам вытащить Main очередь. Вот Dispatch Queue Create, который позволяет нам создать какую-то очередь. Dispatch Get Current Queue позволяет узнать, в какой мы сейчас очереди, ну, и получить ее. Dispatch Get Global Queue позволяет нам создать какую-либо бэкграунд очередь. Ну, он, по-моему, фетчает бэкграунд очередь. Dispatch Async, Dispatch Sync и Dispatch Once. Соответственно, Dispatch Sync это вещь, которая выполнится... Мне кажется, я какой-то слайд удалил, потому что там было Sync... А, нет, Sync Vets Async. Вот, значит, не удалял. То есть Dispatch Sync сделает нам синхронный вызов, Dispatch Async сделает нам асинхронный вызов. То есть, без ожидания окончания результата. Но потом там дернем какой-то completion. И Dispatch Once это товарищ, который будет гарантировать, что ваш код выполнится один раз. То есть Singleton так создают, например. Они делают там Shared Instance, да, и в Dispatch Once initят вот этого Shared товарища. И это будет гарантировать, что больше ни один такой товарищ не будет создан, да, вызовом этого метода. Также, наверное, стоило добавить сюда Dispatch After, который уже обсуждали, как Perform Selector After Delay. Dispatch Group это штука, с которой, наверное, у многих ассоциируется JCD как таковое. Dispatch Group используется для того, чтобы выполнить какой-то набор операций. То есть, например, загрузить 10 картинок, после этого перескейлить их как-нибудь, наложить фильтр, и потом уведомить пользователя, когда это все произошло. То есть, Dispatch Group позволяет нам запихнуть итеративные задачи в некую, скажем, как очередь. То есть, мы перейдем, конечно, к этому чуть дальше. Но группа позволяет нам запихнуть н операции. Соответственно, сейчас это делается Dispatch Group вот init вызовом. После этого на каждое добавление операции у нас делается enter в группу, которая, по сути, инкрементит ей вот этот вот каунт. После этого, если нам надо его задекрементить, мы делаем leave, когда наша операция выполнена. И в конце у нас вызовется notify. notify. Вызовется notify, в котором мы можем захендлить все эти действия. Если мы не будем использовать notify, мы ставим после Dispatch группы wait, и все, что после wait, не вызовется, пока все, ну, у нас не произойдет leave по количеству enter. То есть, было три enter, произошло три leave, и после этого выполнится все, что после wait. Но и это, наверное, важно, то есть, он мутает наш поток до того, как выполнятся все задачи в нашей группе. Соответственно, вершиной многопоточности в мобилке, как минимум в iOS, стали, наверное, операции и очереди. Наверное, очереди операции. Соответственно, NSOperationQ это очередь, в которую засовываются операции, они выполняются последовательно, параллельно, как мы захотим, и это, наверное, самая удобная и простая тулла, которая работает с многопоточностью, потому что перформ-селекторы, они совсем не гибкие и уж больно лоу-левельные, а GCD достаточно неприятен все-таки своими конструкциями. На самом деле OperationQ это просто красивая обертка на GCD, с ней гораздо проще работать, потому что там нет вот этих огромных полотенец синтаксических и гораздо меньше нужно думать над тем, что ты делаешь, чем в GCD. она вот максимально простая. У нас есть типы операции, это просто операция, на самом деле объект, который, ну, наши кастомные операции наследуются от NSOperation, у них есть определенный набор полей, которые мы после обсудим, но операции засовываются в очередь и потом выполняются, например, либо последовательно, либо параллельно, зависит от типа очереди, что будет в следующем слайде. Операциями можно добавлять dependency, remove dependency, что позволит после того, как мы выполнили какую-то операцию, выполнить ее dependency сразу, то есть, например, мы скачиваем из интернета image, после чего нам надо резайзить его, да, у нас выполняется наша операция по fetch image, после чего у нас выполняется dependency на resizing этого имиджа, а после этого мы можем там dependency на наложение фильтра сделать, то есть, вот такой вот себе pipeline dependency сделать. Remove dependency их убирает, как очевидно, и block operation это на самом деле обычная операция, асинхронная, маленькая, симпатичная, которую можно просто она и нитится и сразу показывается блок, в который ты пишешь все, что тебе нужно, то есть, не надо ни сабклассить, ни переопределять, ничего там дописывать, то есть, для каких-то маленьких быстрых решений block operation отлично подходит. Соответственно, очереди есть последовательные и параллельные, изначально, если мы поставим max concurrent operation count 1, то у нас будет последовательная очередь и у нас как это происходит, да, вот изображена очередь и объекты будут по одному выделяться, правда, почему-то два их показывается в из executing, но у нас объекты, которые находятся в очереди, они в состоянии изреди и после того, как у нас изреди есть один объект, у нас maximum concurrent operations один, то у нас выделяется одна операция и она становится изexecuting, все остальные продолжают изреди ждать. Если же это будет параллельная очередь, то мы можем указать максимальное количество параллельных операций и операции в состоянии изреди будет изexecuting переведено по количеству параллельных операций, то есть если мы поставим их пять, у нас может пять операций одновременно выполняться. Просто и логично, наверное. Соответственно, о том, что такое операция, я уже сказал, какие у нее есть флаги, это изреди, изexecuting и изfinished. Изреди это все, которые добавлены в очередь, изexecuting это те, которые выполняются в данный момент, и finished это говорит о том, выполнилась операция или нет. То есть если у нас операция finished, она уже не будет переведена в другие состояния. Также есть флаг canceled, но мы это обсудим дальше. Эти флаги могут использоваться для того, чтобы через KVO следить за состояниями операции. Lifecycle операции. Все операции могут изначально быть pending до того, как они добавлены были. После того, как они добавлены в очередь, они ready. Далее executing и finished. Все состояния, кроме finished, могут перейти в cancel. Вот. Соответственно, об этом я бы хотел поговорить чуть детальнее, потому что не все знают, как работает cancel операции. на самом деле мы когда вызываем для операции точка cancel, то происходит ровно одна вещь. Flag is canceled переводится в true и все. То есть, если кто-то говорит, что ваша кастомная операция прекратит выполнение, когда вы ей вызвали cancel, то это не будет правдой. То есть, после того, как мы вызвали cancel для операции, не происходит ничего, кроме смены флага. То есть, если у нас пошел запрос на сервак, он не закончится. Операция не прекратит свое выполнение. Для чего же мы его сетим? Для того, чтобы если мы в одной операции делаем несколько действий, мы проверяем все время на изменение из canceled между каждым шагом, который мы делаем. И вот в этот момент мы можем получить изменение канцела. То есть, если мы увидим, что операция canceled, мы закончим ее выполнение. Но это вроде как и cancel, но вроде как и не cancel. Соответственно, лайфсайкл операции вы можете увидеть, лайфсайкл канцела можете увидеть на картиночки. Вот. И такой еще вопрос. Если JCD это надстройка над, точнее наоборот, OperationQ надстройка над JCD, то почему же в OperationQ мы можем канцелить, а в JCD теоретически нет? Так вот, на самом деле, если мы будем подобный cancel делать в JCD, то он будет отрабатывать так же. То есть, у многих есть заблуждение, что в OperationQ реально там все канцелится, но это не совсем так. То есть, запрос запущенный уже не остановится, выполнение функции тоже не остановится, какой-то асинхронный. Просто взведется флаг из canceled в true. И вот это вот, наверное, очень важно помнить. Или знать. Соответственно, следующий этап это промисы. Промисы это кастомная штука, их есть много реализаций. Я предлагаю рассмотреть гугловую реализацию, но есть еще Hydra и куча других товарищей, которые сделали свои реализации промисов. В чем же суть промисов? они позволяют брать какой-то pipeline задач и делать его очень приятного вида. То есть сделать на них общие хендлеры для эрроров, общий там кетч, рекавер, все остальное. Дальше мы детальнее по этому пройдемся, но этот ула упрощает нашу жизнь в некоторых местах. Соответственно, промисы могут быть pending, который еще не закончен, fulfilled, когда промис выполнился и все окей, и мы смогли переслать дальше нужное значение, и rejected, когда что-то пошло не так, то есть мы не смогли получить или отдать нужное значение. Зачем нужны промисы? Промисы позволяют нам делать кучу независимых асинхронных, точнее зависимых асинхронных действий подряд, выполнять много асинхронных вещей. Это на самом деле я это сказал пару минут назад, до того, как мы перешли к этому слайду, и также у них есть ретрои механизм, что тоже приятно, если мы делаем какие-то автологины или что-то еще. Соответственно, согласно угловым докам промисы простые, и да, у них достаточно адекватный читаемый API описан. Они саппортят Objective-C и Swift, если кто-то еще пишет на Objective-C. Они легкие, точнее легковесные, да, почти ничего не нужно, чтобы с ними разобраться, и они занимают очень мало места, читабельные, ну, достаточно неплохая штука. они говорят, что там все покрыто, но будем надеяться, что нам и правда все покрыто тестами. Вот, и промисы у себя на лоу-левеле хендлят некие GCD-колы, то есть они помогают местами избежать ретейн сайклов. Это максимально приятная тулла, которая делает самую нашу неприятную в ios вещь, как работу с многопоточностью чуть-чуть приятней. Как выглядит простой промис, да, это промис, который вернет нам стрингу. Соответственно, мы раним его на мейне, если тут будут сделаны какие-то действия и будет саксэс, то мы вернем фулфил с строкой hello world. Если нет, то мы вернем редик с какой-то эрракой. То есть выглядит, по-моему, просто и читабельно. Да, если у кого-то возникнут вопросы с непониманием чего-то с промисами, то, конечно, можете меня прерывать и ругаться. Zen. Zen это конструкция, которая позволяет выполнить какие-то действия после того, как выполнится наш промис. То есть в данном случае наш промис возвращает число 42, что не очень полезно, но это всего лишь пример. Соответственно, из этого промиса можно сделать несколько flow. То есть мы можем сделать промис, который выполнит наш, то есть вернет 42 и вот этот вот number это будет 42. Тут мы сможем перегнать число 42 в стрингу форматором, например. Тут мы будем делать то же самое просто нитом стринги с value. То есть тут вернется у нас промис, тут стринга. Можем описать error на эту тему или что угодно. На самом деле Zen просто позволяет нам выполнить любой другой промис после этого. Что удобно, когда у нас есть какой-то ряд задач, которые нужно выполнять одну за одной. То есть например приведу реальный пример с нашего проекта. То есть юзер логинится, потом нужно проверить двухфактор, потом апдейт документов, потом проверить не заэкспиренный ли это аккаунт, что-то еще. И вот такие вот вещи можно делать разбив нашу задачу на промисы и вызывая Zen после каждого из них. соответственно pipeline для более чем одной задачи вы можете увидеть здесь. То есть у нас есть три функции, которые делают какие-то задачи, две из них возвращают промис, а одна число. Соответственно мы вызываем первую функцию и передаем в нее 10. Она у нас возвращает промис, который возвращает 10. вот его а простите вот его результат будет вот это вот стринга соответственно во вторую функцию будет передан стринга 10. Тут будет проверка на int ну то есть можно ли это перевести в int если нет то 0 после этого будет вызван третий ну все достаточно просто да просто Zen pipeline с больше чем одним промисом catch catch рассчитан на то что что-то может пойти не так вот мы можем вызвать какую-либо ошибку сами или не сами в основном это делается вот так то есть тут ребята переопределили структуру custom error и отнаследовали ее от error и если число например меньше 0 ну предположим 0 да 0 или меньше то мы выкидываем кастомную ошибку и вот на этапе 2 у нас все зафейлится и в catch придет наша ошибка scan convert number удобно для каких-то больших полотенец потому что мы можем взять например 10 промисов которые выполняются один за одним и у нас может быть 20 ошибок разных типов которые могут произойти и вот это вот место будет хендлить их все то есть даже если у нас есть грубо говоря наш error хендлер серверный error хендлер еще какой-то кастомный какой-то они все сведутся в это место и тут можно будет захендлить любую ошибку always это товарищ который выполнится в любом случае даже если зафейлились промисы что-то пошло не так обычно используется часто для того чтобы прятать хат то есть вне зависимости от того выполнилось у нас все или где-то зафейлилось нам надо спрятать прогресс хат если мы его показывали то always спрячет его всегда дальше есть recover вот этот вот товарищ позволяет нам вернуться к выполнению всех всех промисов которые не зафейлились то есть если у нас один зафейлился и пошел перед тем как кетч он пойдет на самом деле в recover то если у нас произойдет на этом примере легко понять мы пытаемся вытащить аватарку юзера если произошла эрерка мы принтим что она произошла это соответственно придет нам в recover и мы затягиваем дефолтную аватарку то есть если у нас нет аватарки и после этого уже выполняется следующий промис что в принципе удобно для больших каких-то пайплайнов ну в общем-то у меня все если есть какие-то вопросы и вы хотите их задать сейчас задавайте если вопросов нет тогда спасибо за внимание и моя почта указана внизу если у вас будут какие-то вопросы или может просто надо с чем-то помочь разобраться в данной теме обращайтесь